Приветствую, меня зовут Евгений Лебедь и вы на канале бизнес-логистики. Сегодня у нас в гостях Игорь Бойко, он является коммерческим директором компании UMT. Приветствую, Игорь. Привет, Женя. Сегодня мы обсудим основные моменты, которые связаны с телематикой. Сейчас телематика стала более обширной и имеет намного больше функционал, чем ранее. И мы проговорим моменты, которые связаны с безопасностью груза, с контролем, с работой программным обеспечением, который может наладить процессы вашей компании, сделать ее более автоматизированной и меньше будет проблем с человеческим фактором. Немного расскажем про тренды, такое направление, что вы видите в развитии телематики дальше. Потому что то, что мы имеем сейчас, в первую очередь, это навигаторы, это датчики, это система, которая отслеживает статистику, делает аналитику, рекомендации. В итоге мы получаем вот это инвестиции, ну, конечный заработок, да, экономию. Как вы видите командой своей изменение этого направления в будущем? Там, например, через два года что изменится, через пять? Тренды, тренды следующие, первые. То, что завтра любое транспортное средство будет уже с каким-то датчиком и даже с множеством датчиков. Мы уже это наблюдаем. У нас сейчас есть проекты, где мы не установили ни одного датчика, но мы тянем данные к себе через API, затягиваем эти данные в систему и клиент видит старые автомобили и новые, без установки каких-либо датчиков. Допустим, я был в прошлом году на выставке в Ганновере. Все производители техники, они позиционируют это как преимущество и вот диджитал сервисы, подключенные автомобили. Это просто, ну, тренд уже там полностью и это будет у нас. То есть это неотъемлемый элемент, что автомобили будут уже произвести с датчиками конкретно, и это будет нужно интегрировать просто в платформу, с которой ты работаешь? Да, то есть вот бизнес установки каких-либо датчиков, он будет умирать. И он уже схлопывается на самом деле. Это мы видим и чувствуем уже на сегодняшний день. Это будет завтра все больше и больше. Второй тренд это то, что нужно, вот зоопарк этот, да, который мы вывели, его нужно будет связывать. Вот здесь работа интегратора, если, откуда вообще весь этот бизнес начинался? Сначала продажа торгеров, потом установка. Это больше как вот СТО, грубо говоря. Да, это работа с физикой. Да, да, это вот такие вот ребята, которые умеют правильно прикрутить, установить, настроить, но это больше про бизнес такой, похоже, как с СТО. Это то, что было когда-то. Сейчас оно идет все в сторону, что это будет бизнес про IT и про консалтинг. То есть нужно будет все это связать, настроить. И почему консалтинг? Потому что нужно будет разбираться в бизнес-процессах, чтобы натянуть систему. Чтобы экспертиза была. Если нет экспертизы, система не сделаешь. Чтобы натянуть систему на существующий бизнес клиента. И, ну, третий тренд, это, наверное, это то, что, ну, это будет просто как, вот как у нас с тобой телефон с интернетом. Это будет обязательная часть любого бизнеса. Потому что сейчас... Новые правила будут, новые условия. Они уже практически есть, да. Потому что где-то уже вводится это на законодательном уровне. Например, ну, такой простой пример, в Польшу, если ты проезжаешь на... Сейчас я ее перебью, тебя у тебя тут пассажир, видишь? Сейчас мы его в это двинем, чтобы... Он в Гусь ездит. Улетает. Авиатранспорт. Пролетел, да. В Польше, например, если там, по-моему, определенные, я уже не помню, определенные типы транспортных средств и грузов, при въезде и выезде ты обязан передавать данные о местоположении транспортного средства в определенную систему, в Польшу. В реестр, получается. Да, это просто на законодательном уровне. Сейчас у нас там, например, тоже вводят на законодательном уровне передачу, если у тебя есть ведомственная заправка и объем заправляемого топлива больше, не помню точно, какого-то объема, ты должен передавать данные о сколько у тебя топлива, кому ты выдал, в онлайне, в некую систему. Пока это как проект, как обычно у нас. Но мы туда все идем. Оно все идет. То есть бизнес и на законодательном уровне подвяжут, что это просто обязательно. Данные, с которыми нужно следовать. Интересны такие тренды, потому что, конечно же, ты с каждым годом развиваешься в своей направлении, бизнес развивается в целом. То, да, такие моменты нужно обращать внимание. Хорошо, если мы говорим, ну вот мы немножко проговорили про безопасность, про телематику, подскажи вообще, если мы берем рынок грузоперевозок в Украине, да, то есть какие являются основные сложности для транспортной компании, ну вот представим, что мы в роли транспортной компании, да, то есть какие есть сложности, которые можно решить такими инструментами. Потому что фактически сейчас рынок грузоперевозок в Украине, понятное дело, что находятся в таком, я бы сказал бы, не сложной ситуации, а на периоде изменений. То есть меняется формат страны, новые возможности появляются, и транспортная компания всегда ищет способы. То есть что у них болит, у вас уже есть большой опыт в этом плане, и какими инструментами можно это лечить? Я считаю, что первое, что можно повысить, это повысить качество сервиса транспортных компаний для своих же клиентов. Я считаю, что нужно отталкиваться от клиентов. Есть клиент в транспортной компании, да, это правильно. Что важно для транспортной компании? Им нужно вовремя привести систему телематика, если мы говорим не про классическую, простую следилку, а система, которая управляет, планирует маршруты, контролирует эти маршруты, она позволяет повысить, ну, вот то, что я говорил, качество доставки. Продуктивность, скажем так, продуктивность. Да, привозить вовремя, да. Первое, что беспокоит транспортных компаний, это, ну, даже не первое. Одно из главных. Одно из главных, да. Это привозить вовремя. Система мониторинга, система телематики позволит решить эту задачу. Соответственно, повысить уровень обслуживания клиента, потому что для заказчика транспортной компании, ему важно, чтобы ему привезли вовремя. Вторая задача – это сохранность груза, потому что груз чаще, он стоит дороже, чем вообще само транспортное средство или чем топливо и так далее. Третий момент – сейчас есть большая боль с водителями. Это действительно так, и она усугубляется только. Только начало, скажем так. Мы считаем, что телематика может помочь. Это один из факторов удержания или повышения качества условий работы водителя. Приведу простой пример. Если у водителя стоит навигатор, где маршрут, который создал логист, ведет водителя по навигатору, не он сам вбивает в гугл, а тот маршрут, который создал… Автоматически уже подтягивается. Автоматически подтягивается. Водитель не думает, он четко едет по маршруту. Ему не нужно звонить кому-то, переспрашивать или еще что-то делать. Да, у него есть четкая понятная задача, что делать. Да, в итоге ему проще. Он экономит время. Время водителя – это его деньги. Конечно. И далее это классическая ситуация с топливом. Ты имеешь в виду про воровство топлива? Да, можно сократить. Тут несколько историй. Первое – это убрать и сократить воровство. Второе – на самом деле топливо воруют не только водители. Топливо воруют на ведомственных заправках. У многих автопарков есть свои ведомственные заправки или они заправляются на каких-то сетевых. Потери денег идут еще и при заправке. До того, как топливо попадает в бак. То есть до процесса. До попадания топлива в бак есть тоже большие потери. Умышленные. Все думают, что водители воруют, а на самом деле не всегда все так очевидно, как кажется. Мы считаем, что нужно контролировать всю цепочку топлива. Всю цепочку топлива для транспортной компании начинается с заправки и заканчивается с писанием топлива в 1С, например. Ну или в какой-то другой системе. В системе, да. Да, поэтому мы считаем, что контроль топлива – это вся цепочка, это не просто датчик в бак. Это только один элемент. Многие, я так понимаю, думают, мы поставили и все проблемы решились. Здесь надо, опять же, смотреть комплексно. Например, мы задаем вопрос, когда мы говорим про топливо с заказчиком, мы задаем вопрос, какая у вас зарплата у водителей. Некоторые обижаются, на самом деле, на такой вопрос. Ну, он довольно такой щепетильный, мы все готовы отвечать на него. Я объясню, почему. Потому что если уровень заработной платы у водителей достаточно низкий, никакой топливный контроль не поможет. Будет следующее. Или водители поломают систему, либо они сделают так, чтобы ей перестали пользоваться, через какое-то время саботируют, либо, что самое плохое, они просто развернутся и уйдут. Это самое худшее, что может быть. Это самое худшее, да. Почему у многих компаний не взлетает контроль топлива? Потому что они смотрят где-то там однобоко. Мы поставим дуты в бак, и все. А здесь не цепляется зарплата водителя. Опять же, нужны деньги на зарплату водителя. Где их взять? Опять же, немножко, может, я недорассказал, еще очень важную задачу, которую решает телематика, это доза груза. Ты имеешь в виду в пути, чтобы понизить порожний пробег? Уменьшение пустых пробегов, да. На сегодняшний день есть системы, которые работают в связке с классическим GPS-мониторингом, которые позволяют не по старинке, по телефону, Excel, бумажке. Автоматически выбирать грузы и подстраивать под маршрут, правильно я понял? Да, да. То есть ты можешь, говоришь, вот у меня есть автомобиль, он едет по такому-то маршруту, у меня есть 5 тонн, я могу забрать чужого груза. И те грузоотправители, которым это выгодно, они могут дать тебе, грубо говоря, заказ. Да, и это автоматически делается. Да, в чем разница от того, что сейчас, это автоматически, это прозрачно, это можно отследить, не так, как сейчас, на самом деле, если спросить у логиста, ты возишь по оптимальным тарифам или нет, ну там, правда, не найдешь. Ну, сложно, потому что он является, с одной стороны, экспертом, но его же экспертность сложно оценить относительно рынка. То есть, может быть, в своей компании он эксперт, он много чего знает, но если его посадить в другую компанию, он уже не эксперт, а если еще достать цифры и посчитать, то, может, вообще он непродуктивно работает. Да. Поэтому тут согласен, когда являются цифры, и ты можешь их посчитать полностью, тогда ты можешь понять, где ты находишься, и что, нужно ли менять или не нужно менять. Еще важный момент – это автоматизация процессов. Это такое немножко модное слово, но за этим стоят конкретные вещи. Например, у одного заказчика мы поняли, что он сказал. После того, как я внедрил комплекс, там внедрялась ТМС-система и система мониторинга в комплексе, он сказал, а теперь у меня нету такой подвязки под логиста, потому что раньше только этот логист мог раскидать маршруты по городу тысячу точек, и только он знал, как это нашаманить и красиво… То есть исчезает человеческий фактор, получается. Да, исчезает. Он не исчезает. Но минимизируется. Он минимизируется, потому что если бы завтра логист этот ушел, большая дистрибуционная компания, она просто бы легла, она бы остановилась. Сейчас, если он уйдет, приходит на место его другой, это быстро обучается. Есть система, которая многую часть работы забрала на себя. Без человека все равно мы никуда не денемся. То есть получается уже человек не, скажем так, за счет своих компетенций решает проблемы, а он является оператором системы. Соответственно, он эту систему контролирует, повышает ее продуктивность, но фактически он не есть часть самой этой системы. То есть если поменяется человек, он придет, и он будет над системой, и, соответственно, управлять ей. И система независима от человека, и компания независима от человека. Да, все верно. Ну, это очень классная выгода, особенно для крупных компаний, вернее, даже не для крупных, а для средних компаний. Потому что крупные компании, они имеют большой бюджет, инвестировать в это все. И, понятно, они уже давно находятся на многих этапах. Ну, не все, правда, но стараются туда идти. То средние компании, к сожалению, очень далеки от этого, потому что бюджеты другие, и тут вопрос менеджмента. То есть есть ли понимание у них построения системного бизнеса. Потому что много еще, ну, в той же Украине, в странах постсоветского пространства, есть такое, как я называю, нативный менеджмент. То есть как-то мы сделали, соединили, оно работает. Но второй раз это повторить невозможно, потому что другая команда, другие обстоятельства, то есть нету системы. И мне кажется, даже когда вы приходите в компанию, вы где-то заставляете компанию меняться, потому что вы создаете эту систему. Так есть. В чем сложность? Потому что многие процессы нужно менять, а люди не очень любят меняться. К сожалению, это первый момент. Второй, я тебе, ну, не знаю, открою большую тайну или нет, но даже крупный бизнес в Украине, поверь, когда со стороны кажется, что это очень все системно красиво, когда мы ныряем в транспорт или в логистику этого бизнеса, поверь, там... Не все так красиво, как снаружи. Не все так красиво, да. И очень-очень много всего еще нужно поменять, оптимизировать, улучшить. По моим ощущениям, наша транспортная логистика, если говорим транспортная логистика, Ну, больше транспорта. Да, она живет где-то лет 10 назад, как в мире. К сожалению, это так. Да, кто-то продвинулся дальше, кто-то продвинулся меньше, но хотя есть, я вижу, есть очень положительный фактор. Сейчас идет активная смена подходов. Одна из причин, я вижу, смена подходов, потому что меняются руководства и топы. Ну, и мышление другое. Уже у новых людей новый формат менеджмента и мышление другое. Да, приходят руководители, которым 30-40 лет, либо приходят собственники, новые поколения детей. Ну да, это уже другой формат, И вот с ними, например, нам работать намного комфортнее, интереснее, это происходит намного быстрее. Игорь, расскажи немножко про клиентов, с которыми вы работаете. То есть, что это за компания? Какие основные нюансы им нужны в работе? И чем вы помогаете? Это может быть, на самом деле, любая компания, у которой есть транспорт свой или наемный. В последнее время мы больше работаем в сфере транспортной логистики. Так получилось. Как пример, например, мы работаем с такими компаниями, как Мироновский хлебопродукт, Ковальская, Люсдорф, General Transmianz Logistics, это генеральный перевозчик Рошен. Есть аграрные компании, например, такие, как Гручич Агрофлептон. То есть, это большой ассортимент потребностей. Разные, да. Нет привязки к какой-то сфере, но все равно должна быть экспертиза. На сегодняшний день больше всего экспертиза у нас в транспортной логистике и в агро. Окей. Если мы говорим, вот уже поднимали вопрос по поводу безопасности в транспортной логистике, потому что у некоторых клиентов другие, понятно, потребности, да, но если мы говорим конкретно о безопасности, то, что многие подписчики смотрят, интересуются этим вопросом, где вы можете быть полезны именно в этом формате, если брать конкретный блок про безопасность? Мы разделяем на несколько вещей. Безопасность груза, потому что ни для кого не секрет, груз воруют во время транспортировки, во время стоянки. Что мы делаем? Мы устанавливаем датчик открытия дверей, сирена, устанавливаем тревожный режим в фагоне. Это значит, что при любом открытии дверей об этом узнает моментальный водитель. Он может быть в кабине или в другом месте. Включается сирена таким образом, чтобы отпугнуть злоумышленника. А, например, те же акробаты, которые на полуприцеп запрыгивают, как с этим работаете? Это может быть, если акробаты на полуприцеп, которые разрезают, ты имеешь в виду? Ну да, да, да. На самом деле здесь немножко сложнее, но как вариант это камеры, которые устанавливаются внутрь. Вводите сразу видео, получается? Внутрь тента, да, он просто увидит, что что-то происходит не так. И вся эта информация идет в службу безопасности, диспетчеру, логисту, еще кому-то о каких-то нарушениях. И сейчас мы работаем над тем, чтобы, это новое решение, немножко сделаю небольшой анонс, это периметральная охрана полуприцепа. Интересно, что это такое? Чтобы нельзя было подойти к полуприцепу в режиме охраны, когда водитель спит или когда он оставил машину и ушел там обедать. То есть это принцип сигнализации штатного автомобиля? Да, это значит, что мы закрываем. Что происходит, как воруют? Воруют грузы, воруют топливо, воруют запаску, воруют аккумулятор. Все, что можно открутить, все это воруют. Ну, к сожалению, да. Что мы сейчас делаем, это мы закрываем блочно какие-то куски. Мы хотим сейчас сделать систему, которая полностью закрывает возможность воровства, либо минимизации этого воровства, всех этих вот элементов. Ну, такой системы нет, она пока в разработке у вас. Она в разработке, мы планируем, что к концу года мы ее запустим. Интересное решение, думаю, будет пользоваться популярностью, потому что безопасность это очень важно. Да, более того, это может быть интересно, когда водитель и он же собственник этого транспортного средства, то есть он защищает себя, свой автомобиль и груз. Не только для собственников автопарков, либо для руководителей. Понял, спасибо большое. Очень интересно, что этот проект еще только стартует. И, соответственно, ребята, кто смотрит это видео, можете в комментариях написать, насколько вам интересно и какие бы задачи можно было бы решить. Потому что Игорь с командой, я уверен, буду читать комментарии, интересно будет вам узнать, что зрители хотят. Зрители, опять я вспоминаю, что мы не на телевидении. Да, я добавлю, мы хотим больше сейчас приложить усилий и решений для того, чтобы улучшить работу водителя. Чтобы ему было комфортнее, легче, быстрее и безопаснее. Ну, он основной участник процесса, потому что от него зависит практически все в перевозке. Да, но сейчас телематика это для того, чтобы водителя наказать и контролировать. Ну, наказать, слово неправильно звучит, мне кажется. Мне больше кажется, что телематика больше помогает водителю правильнее делать свою работу. Потому что некоторые водители, мне кажется, готовы делать хорошо свою работу, но они не всегда могут быть компетентны. Те же новички, телематика только поможет им быстрее адаптироваться и качестве не сделать работу. Да, но в Украине пока это редко используются для водителя. Я об этом говорю, что пока это для офиса, назовем так. Это не для водителя. А мы хотим, чтобы это была еще функция и для водителя. Я понял. Ну, это, мне кажется, правильный фокус в дальнейшем, куда двигаться. Игорь, подскажи, пожалуйста, по подаркам. Я сразу к вкусной теме. Потому что у нас сложилась такая традиция, что гость нашего канала дарит какой-то бонус, подарок телезрителям. Да что ж такое? Мы сегодня прямо на телевидении. Какой будет бонус? Бонус? Ну, у нас классический подарок в таких случаях есть. Мы готовы подарить топовый комплект GPS-оборудования с установкой и бесплатным обслуживанием на 3 месяца тому, кто озвучит самую интересную проблематику в логистике, которую возможно решить с помощью телематики. Или, может быть, можно было бы решить с помощью телематики. А этот комплект только на грузовой автомобиле и на любой может быть? Это у них самый комплект? Подписчики разные. Если у кого есть транспортная компания, я думаю, что они обрадуются. И наоборот, это интересно будет. Но у кого легковой автомобиль, он же может его использовать для гражданских целей. Универсальный комплект. Вообще, комплект GPS-терминала – это такой некий хаб, который можно поставить куда угодно. Это будет транспортное средство или даже не только на транспортное средство. Поэтому он универсальный, не подвязанный под что-то конкретное. Понял. Ребята, но приз, мне кажется, вообще шикарный. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И, конечно же, пишите в комментариях, какую проблему в логистике можно решить с помощью телематики. И уже Игорь выберет самый интересный ответ. И получите подарок – это комплект GPS-оборудования. Игорь, спасибо огромное за интервью. Я думаю, что многим было интересно узнать, что такое телематика, потому что никто не сталкивался с этим. Ну и какие проблемы оно решает в логистике. Спасибо огромное. Тебе, Жень, спасибо. Спасибо.